С наступлением погожих дней мы все чаще тянемся к природе, подышать свежим воздухом, отдохнуть на берегу водоема, скоротать время в одиночестве или с друзьями. В Даугубилсе насчитывается по меньшей мере 17 мест отдыха, оборудованных столами и скамейками, мангалом и емкостью для сбора мусора. Идя навстречу пожеланиям горожан, самоуправление распорядилось разместить их в живописных районах вдали от шума городского. Жителям предоставлена возможность совершенно бесплатно посидеть в хорошей компании, пообщаться, приготовить шашлычок и перекусить за душевной беседой. Не правда ли, картина выглядит идиллической, но, к сожалению, зачастую только на словах, а на деле зоны отдыха превращаются в отхожие места, причем руками самих отдыхающих. И это несмотря на то, что по заказу администрации города и на бюджетные деньги площадки убираются пять раз в неделю, по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Сомнений нет. Места отдыха востребованы, а вот спрос на чистоту практически отсутствует. При этом многие понимают, мусорить это плохо, недостойно человека, наделенного разумом. Мусор всегда выкидываем в урну. Конечно, полная, но мусор в основном забираем с собой. Природу надо за ней ухаживать, чтобы чисто было, потому что люди все равно, а другие приезжают, чтобы в чистоту тоже приятно, приехать всегда в чистоту. Мусорник выкидываем, потому что это правильно, загрязнять природу – это плохо. Мусор с собой забрали, вон контейнер рядом там. Есть, да? Конечно, конечно. Мы никогда, мы же приходим часто всегда, что грязнить, где всегда приходишь. У Сергея мы поинтересовались, почему они решили остановиться на этом пятачке, когда напротив удобная площадка с мангалом. Да туда заходить страшно, сказал он. Убедиться в правоте его слов оказалось проще простого. Нога человека сюда не только ступала, она будто нарочно топталась, чтобы оставить после себя как можно больше нечистот. Неподалеку мы заметили группу девушек, поинтересовались, что они будут делать с мусором после того, как перекусят. Вместо ответа они поспешили ретироваться, невнятно пообещав, что выбросят в ближайший контейнер или мусорник. Недостатка в них вроде бы нет. Самоуправление со своей стороны предпринимает всевозможные попытки бороться с мусором. В микрорайонах города устанавливаются контейнеры размером 7 кубометров для бесплатного сбора зеленой массы. В Лигенешке скоро появится опять же бесплатная площадка для раздельного сбора отходов. Управление коммунального хозяйства бесплатно выдает жителям мусорные мешки. Полиция самоуправления следит за нарушителями, привлекает их к ответственности, однако мусора меньше не становится и сознательность людей не растет. Возможно, спасет комплексный подход к решению проблемы. Только уборка мусора, она не решается. Это решается и образованием человека, это образовается знаниями человека. Конечно, для этого и самоуправление будет использовать те средства, которые есть в Министерстве регионального развития, есть в фонде охраны природы, есть в других доступных фондах для обучения людей, для привлечения людей, для приведения в порядок каких-то территорий, для меняния сознания, как вообще относиться к территории, как относиться к природе. Пока же мы должны увещевать или одергивать тех, кто нарушает общепринятые правила. Именно им адресованы устрашающие напоминания, свалка запрещена. Законопослушные горожане в подобных напоминаниях не нуждаются, а злоумышленники их словно не замечают, бросают отходы в 20 метрах от контейнера. Иные не в состоянии пройти метра до урны или руку протянуть, чтобы выкинуть мусор. Может быть, поможет инструкция к применению, как следует пользоваться общественным местом отдыха. Ну вот, допустим, мы пришли на место отдыха, да, там поели, попили, осталась пустая бутылка. Вот, к примеру, да, вот пустая бутылка, просто бутылку надо внять и поставить в контейнер, да. А если контейнер полный, тогда просто надо положить в кулечек и забрать с собой. Все, что вы поели, попили, всю посуду? Полностью. На некоторых площадках от частого использования дно мангалов прогорело или отвалилось. После обследования их отремонтируют. Беречь городское имущество, нещадно бороться с вандалами и злоумышленниками долг и обязанность каждого жителя. Самоуправление оставляет за собой право повышать размер штрафов за вывоз мусора в неустановленные места, а также демонтировать конструкции в случае их порчи или засорения площадок. К сожалению, элементы зон отдыха жгут, корежат и даже срезают. Ежегодно на санитарную уборку города из бюджета выделяется более 2 миллионов евро, еще 30 тысяч евро на ликвидацию стихийных свалок. На эти деньги можно было бы оборудовать несколько детских площадок или дополнительных мест отдыха. Можно, если все вместе мы будем присягать малейшие попытки посягнуть на природу и среду нашего обитания. Напомним, что месячник чистоты уже идет, и каждый может внести посильный вклад в общее дело. Вселатвийское Большое Талок состоится 25 апреля.